Первый раз в первый класс. Девиз каждого дня знаний для всех первоклассников страны. Накануне глава региона поздравил молодежь с этим замечательным праздником, особо уделив внимание первоклассникам. Мы очень хорошо готовились, дорогие ребята, к тому, чтобы, придя в школу, каждый из вас был по-настоящему обрадован, удивлен, восхищен, потому что вы приходите в лучшие российские школы. Вы приходите для получения самого лучшего в мире образования. На соборной площади прошла торжественная церемония приема в первокласснике и произнесения клятвы учеников. С трепетом слушали слова клятвы не только маленькие мальчишки и девчонки, но и их родители. Я всем обещаю здоровым быть, в школу свою исправно ходить. Обещаю. Читать и писать обещаю прилично. И вранцы носить хорошо и отлично. Обещаю. Я всем обещаю таланты свои развивать, чтобы область ульяновскую везде прославлять. В этом году за парты сядут 16 тысяч первоклассников ульяновской области. Забывших до шкалят переживают родители. В первую очередь это очень волнительно. Такое ощущение, как будто сами собираемся в первый класс. Хочется, чтобы все было хорошо, чтобы все успеть, все получилось, чтобы ребенку обязательно было комфортно и не страшно, потому что для него это очень ответственный момент, ответственный шаг в его жизни. Практически для каждого человека школа – это второй дом. Именно знания и воспитание, полученные в учебном заведении, формируют личность. Наши главные педагоги в жизни – это первые учителя. Мне очень приятно, что оценили мою работу, такую скромную. И, естественно, это стимул в дальнейшем. Хочется больше работать, трудиться, вкладывать какие-то творческие свои начинания. 1 сентября на Соборной площади прошла торжественная церемония награждения учителей и вручения подарков участникам акции «Помоги собраться в школу». Сегодня завершается акция, 1 сентября, начало учебного года. Поэтому сегодня мы вручим подарки еще 15 семьям. А вообще в течение этого летнего периода мы оказали помощь 23 тысячам семей, примерно потратив на эту сумму порядка 40 миллионов. На Эспланаде и на Венце были организованы интерактивные площадки для детей и их родителей. Гостей праздника развлекали показательными выступлениями и мастер-классами от спортивных школ, а поздравляли детские коллективы учреждения дополнительного образования творческими номерами. В День знаний на площади перед домом правительства каждый малыш получил бесплатное мороженое, лимонад и билет в аквапарк. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Управды ТВ.